Всякие can attack field, ты просто нажимаешь крутилку и уходишь Да, главное не оказаться в static storm До использования Blade Fury, значит ты его просто не сможешь нажать А так да Какой-то хардер нужен сильный против Аэма Может быть Doom Doom есть, Doom есть Что еще есть? Есть Пионка Ну и что-то больше ничего в голову не приходит Ну вот что-то такое, чтобы антимага можно было ловить и убивать В принципе тут и так есть чем ловить, Тускар и Шедоу Шаман Есть Хекс, есть Шеклз, но иногда надо, чтобы еще на сложный был герой У которого есть возможность вот именно с антимагом справляться При этом у него как бы фарм должен быть Потому что у Шамана с Тускаром как бы такой возможности нет Ну вот видишь, банят легионку как раз Вот но остается Doom, он тоже может с антимагом справиться В принципе только Doom нужна будет поддержка в топе Так, ну и банят команды Вичи Гейминг Джей Тандер Времени у ребят много Я вот посмотрел, что вроде как Сан Гейминг и Вичи Гейминг Джей Тандер играют на равных Но коэффициенты таковы, что там что-то Вичи Гейминг Джей Тандер на уровне 1.3 На Сан Гейминг больше трех, то есть на самом деле такие коэффициенты для меня не совсем логичные Значит то, что Сан Гейминг... Ну они обыграли вчера и Джей Виталити, соперник самый простой Сегодня они уже 2-1 сыграли, хоть и проиграли, но все равно 2-1 Поэтому... Черт его знает, вчера у них были такие прям игры долгие, по 50-40 минут Ну и кстати говоря, в трех играх из трех Сан Гейминг вчера брали Шаду Финда И при этом сегодня, как мы видим, его не забанили Ну и он и не появится, видимо уже ни у кого Некуда тут его ставить Появляется Найт Сталкер Вичи Гейминг Джей Тандер Для Сан Гейминг по всей видимости нужен оффлейнер Безмастера нет, Брюмастера нет, Тайт Хантера нет Не так много вариантов всех героев таких, знаешь, популярных подбанили Я так смотрю Кто у нас такой остался? Батрайдер может быть, Батрайдера тоже нет Может быть какой-то Дум, кстати говоря Он доступен, но оффлейн Может появиться Можно будет затыкать Джаггернаута, либо Медузу Ну может просто какой-то герой, который может нормально отстоять Да я что-то вот не могу просто придумать, кого Брюмастер, Андерлор Брюмастер, так нет, видишь, Брюмастера нет Батрайдера нет А, Брюмастера нет А, Умни Найта нет Я даже не знаю Магнус Ооо, слушай Ну, Магнус с антимагом хорошо сочетается, действительно Такая комбинация Там огромный сплэш Если ты покупаешь БФ, получаешь им пауэр Ну, в принципе, у Сангейминг Как бы такой пик, что Танов много То есть мы же понимаем, да, то, что Сангейминг Это не фавориты в данной встрече, да? Я так понимаю Или я чего-то не знаю о этой команде Здесь нельзя сказать, что кто-то сильнее, кто-то слабее Понимаешь, команды, они такие Они играли утром 2-1 Сангейминг Обыграли вчера ИДЖ Виталити Трудно пока сказать, что Ну, типа, вроде как, фавориты Вичи Гейминг Джей Тандер Но я так не считаю Не черта подобного Ну, то есть, если закрыть глаза на, там Фаворитов или не фаворитов То, в принципе, у Сангейминг есть чем бороться с Медузой Есть станы Есть урон по вышкам Есть хороший лейт Ну, как бы, все есть в пике То есть надо просто сыграть Таким, вот Посмотрим, получишься Магнус Да, Магнус прям потерялся пока Да, ну, тут видишь, всех лейнеров подбанили Вот прям Андерлорд оставался Может, какой-то Дум Омни Найт Вот этот вот Батрайдер Бримастер Никого не было Разве что какой-то там стандартный, может быть, шейкер Про которого все забыли Ну, может быть, да Только если так Так, ну что ж Поехали смотреть Сангейминг Вичи Гейминг Джей Тандер По линии Медуза Мид Джаггерна, соответственно, на легкое Найт Сталкер У нас будет стоять На сложный Туск И шаман Пара саппортов Ну, соответственно, команда Сан Сангейминг Вместе с Дизраптором Будут саппортить Магнус на сложный Антимаг на легкое Ну и ДП на меди Ничего необычного нет То есть расстановки прям стандартные Очень приятная линия Джаггерна плюс шаман Прям Можно убивать Но хотя, честно говоря, вот Поначалу урона будет не хватать Если, тем более, еще Магнус покачает Скювер После связки Можно будет спокойно На Скювере уходить Тут надо набрать уровень Чтоб там Хватало и Блотюри второго И Заршок был Тогда можно Будут Магнуса Пытаться даже убивать Медуза, я думаю, очень хочет Забрать две руны Но никто не даст это сделать Поэтому только одна руна Для медузы Дай бог, чтоб одна Тут могут вообще напасть Ни одной не достанется И похоже, так и произойдет Смотрю Прогоняют медузу С бота Управляется она на мид Блощадь крипов там Ну, все, да Три руны Для Радиент Вот так вот Тем более просто Как ты знаешь Без войны получилось Хотя потенциально Но Это Туск Это Шаман Это Найт Сталкер Это Джаггерна То есть четыре игрока Точно могли За руну драться Там очень-очень сильные герои Я бы даже сказал То, что Помощнее у Дайр будет Пик на руну контроля Ну, по крайней мере В топе у Магнуса Точно можно было отжать руну Вот прийти сюда И Отжать Ну, как-то да Странно получилось И в итоге Отдали три руны Это не критично, конечно Не мог сказать Что-то прям Как-то повлияет на игру Но такие вот моменты Они всегда учитываются Тусик очень круто Стопит крипов Но уже вторая партия шардов Да, видишь Магнус Как бы забрал баунти руну То есть у него там Может какой-то там Ну Плохо проблочил Ну, в общем Что-то Получилось у него на сложный Вроде бы руну забрался Должно быть хорошо Он сейчас будет бегать Получать экспу И шоквейвами фармить Но линию он уже толкнул Может быть попытается Какой ты был за шоквейв Я не знаю Он думал, что он сагрит крипов так или что? Наверное Нет, сори Так крипы не агрятся Или он просто толкает линию Я не могу понять То есть если он толкает линию То лучше толкать ее Давая шоквейвы на ластхит крипов Вот так выгоднее получается Ты крипчиков еще добиваешь Покупает топорик Пытаться фармить Покачивается Скивер уже Ну, в общем, ладно Магнус там свое получит Он вроде что-то бегает Там по лесам Его убить не могут никак Шаман его Никак не может настигнуть Только сейчас Отжарил его молнией Дал тысячу Ну, внизу тут виселуха Тусик вместе с Найт Сталкером Там Туск чуть не погиб Но использовал Хайлон Селф Восстановился, вернулся назад Пытаются, ребята, максимально гонять антимага Но я сейчас вижу, что уже готовятся и сами нападать Дизраптор Сен Кинг Правда, такие вот, конечно, цели неприятные Да, и крипов тут много Пока не до нападения Надо антимага как-то все подфармить Топорик у него, в принципе, уже есть На уровне 1 прокачал монобрейк И должен крипов здесь постараться забрать всех Антимага очень приятная анимация С топориком урона хватает Решили напасть на Найт Сталкера Найт Сталкер остается без мана Есть у него стики Рядом Тусик Сноубол Быстро в Дизраптора стрельнули Стики Есть два заряда у Найт Сталкера Пока их не использует Антимаг идет вперед Стики все еще ждет Найт Сталкер, чтобы использовать И хладнокровно это не делает Руна регенерации внизу Туск это видит Но вот, заметил Развернулся Говорит, опа Но забрать не сможет Остается без руны регенерации Закидывает шарды Сбивает регенерацию Санкингу И забирает Руну Баунти Наверное, Сталкера нужно будет Поаккуратнее На него там уже готовится выход Санкинга Прячется Ну и Проходит в сторону башни На центре Медуза против ДП Тут пока на равных все По Крипстату Постоянно Медуза Плывется Мастик Снэйком Пока играю через Моношилд Мастик Снэйк Сплитшот не прокачивает Вообще Мы на топе Магнус Саддинг Рип Уровень 2 Шаман очень круто Пулит И Магнус Что получает Максимум Немножко опыта Золото Нет совершенно На Сталкеру Хоть что-то идет Ночью Через 40 секунд Есть уровень 2 Надо 3 Взять в идеале И тогда можно будет Как-то Выдавать импакт Хотя возможно Сталкер вообще Никуда не пойдет И будет стоять на линии дальше И просто Фармить Мешать антимагу Учитывая, что уже На Центре приходит Сэн Кинг Остается антимаг Стоять там Бакуально 1 на 1 С Найс Сталкером Дисраптор Как мы видим Пулит Делает это удачно Найс Сталкер Все это палит Главное здесь Не заиграться Да, уровень 3 появляется Наступать сейчас Будет ночь Есть у Найс Сталкера Манга Помните сейчас Дисраптор может и погиб Но здесь Надо быть поаккуратнее Все-таки там Пассивка прокачена Точнее Хантер знает Если будет точнее Ну и здесь Наступать Подфармил всю пачку Да, пока Ничего не прокачивал Если что Он возьмет Глимс в 2 Если что Глимс и Кинетик Может быть даже Зандерстрайк в 2 возьмет Иногда Зандерстрайк Помогает, чтобы фармить быстро Там на 10 Ты берешь талант На плюс 40 урон И к Зандерстрайку Если ты к тому моменту Ты его выкачал Замаксил То Ты очень быстро добиваешь Крипов Хотят напасть на ДП Но ДП Очень рядом Очень близко к вышке Находится Поэтому Напасть не получается Убить И выйдет Джаггернаут уже Остается один Но при этом У него уровень высокий 5 Он Джаггернаут Просто на 3 Его динает Все Ластхитит То есть Вообще не испытывает Каких-либо трудностей 33-23 у него Статистика Это будет быстрая Аквила Быстрый БФ Скорее всего Надеюсь БФ Да, учитывая Что прям так фарм Хорошо идет Конечно Может подумать Ребята Что слишком жадновато Брать БФ там Медуза Будет спридшотом Может быть Купит себе Там Дистанция Как там будет Все В принципе Да, конечно Может показаться Что жадновато Но если ты Берешь БФ На Джаггернауте Ты можешь просто Быстро толкать Лайны Ты можешь просто Больше фарм С карты забирать Ты же еще можешь Вражеский лес Фармить Правильно Если фармить Только крипов На лайне Свой лес Тогда да Тогда Медузе Джаггернауту Места не хватит На карте Скорее всего Ну с другой стороны Там хардер Нежадный Найт Сталкер То есть он Обычно фарм С карты не пылесосят Он бегает Гангает Кого-то пытается Все время Ночью Что-то придумать Сделать На двух героев Наверное Как-то смогут разделить Тут атака На Найт Сталкера Была Глимсует его назад Ставит Кенетик фил Точенем плотно Может быть стики Бы выиграли Там секунду 3 А учитывая Что там Найт Сталкер Может быть он даже ушел Ну и ферсблат достается Антимагу Ферсблат очень поздний Шестая минута Тем не менее У Найт Сталкера Все равно дела Мешка получше Чем будут у Магнуса Используется Смоук Санкин Дизраптор Смоук моментально Туск развеял И может быть Да сейчас Туск упадет На того же Дизраптора Вместе с Найт Сталкером Это прям очень крутая цель Но Туск покобайтит И Дизраптор на это повелся Все Дизраптор мне кажется Приехал Есть Сноубол Дизраптора просто пинают Есть Подков Но Дизраптор отсюда Уходить не должен Орбов и нам работают Мистик Снэйк еще от Медузы Так еще и можно убить И Санкинга Санкинг есть стики Стики использует Борострайф все еще в кулдауне Врывается Антимаг Тратит свой блинк Но тем не менее Рядом тут Дизпрофит Есть Сноубол в кулдауне И Тусик наверное здесь погибнет Ему знаешь Самое главное Как можно больше времени здесь Ну тут бежал Бежал Но внизу Крипочки там падают То есть Крипа 3-4 Антимаг пропустил Ну самое главное Что получил фрак Да он сделал Ластхит Так что он компенсировал Недобитых крипов По ГПМу особо не просил Копали Шамана Джаггернаут Блэдфюри А он не прокачивал Или просто Ну да Ну у нее есть У нее есть 7 уровень Вот он его прокачивает Можно убить Магнусу Тут правда шрайн И Вообще он его убьет Ну побить Побить надо Связать можно Он убьет Все Все Это труп Ну он не страшно Придется нажимать Надо Надо Ну потому что он бил бы Еще очень долго Там Блэдфюри Нажал бы Секунд 5 Потерял бы Джаггернаут Получает какой-то Нереально буст Седьмая минута Аквилла Фейсбутс Мэджик Вент Уровень 7 Блэдфюри в 4 Уже Есть Мана требуется Мало Урона у нас Что очень много Кулдаун небольшой Что приятно И здесь башня упадет Очень скоро Так Джаггернаут Отпускать не стоит Ну а что ты Что ты с ним сделаешь Что ты хардер такой Он не может контестить Вот поэтому Магнус на сложный Непопулярен Потому что Ты не можешь Как бы Ограничить Фарм Джаггернаут Не можешь за него Подраться Не можешь ему Отвешать Тот же Тускар Боролстрайк Сэнд Кинга Но тут Подходит Деспрофит Использует Сифончик И Джаггернаут Телепортируется В мид Кстати говоря Но делают это Судя по всему Зря Его еще могут И убить Сэнд Кинг Подков Есть Могут И убьют Лимсует назад Блэдфюри Больше нет Джаггернаут Сейчас грубейшим Образом Ошибается Хотя пока живет Ставит Хелен Вард Отходит назад Отсюда Неужели выживет Нет Все-таки Не выживает Но убивает Притом Сэнд Кинга Проблема будут И УДП Да Тут стоит Хелен Вард Ребятам помогает Но Джаггернаут На топе У него все было Все хорошо С той до фарми Безомный слэша Пришел Думал помочь И так Тем не менее Еще Дизраптора Здесь убьют Походу Дизраптор Нет Глимса И Мистик Снэйк Долетает Медуза получает Убийство Антимаг Правда С этого все Очень много Выигрывает Он получает Спейс Антимаг Кстати говоря Я вижу В его квикбай Я такой Немножечко думаю Ничего себе Я не видел Дай угадаю Медас Нет Вангвард Вангвард Аквила Аквила ПТ И Вангвард Аквила Это прикольная Тема Антимаг Невероятно Силен Становится С Аквилой То есть Он может даже Нападать сам Убивать кого-то Если есть еще И Орбов Веном То прям вообще Настоящий Убийца На лайне Но то Слатом покупать Ну это Это забавно Да Согласен Ну Если по этому Знаешь Загнобили бы В край Просто Он там стоял Против Триплы Один Ну может Он просто Планирует Получать Эмпавер От Магнуса Может быть Может быть И Ну просто Надо чтоб Магнус Постоянно Прям за тобой Бегал Да то есть В игре Это не всегда Реально Магнус Может быть Мертвый Например Эмпавер Он действует Не бесконечно То есть Звучит это Круто Но на деле Это знаешь Типа Как если у тебя Омни Найт В команде Можно БКБ Не покупать Не всегда Это так работает Ну да Это так и на Джаггернаут Кстати говоря Джаггернаут Есть стики После стиков Можно Омни Слэш Зарядить На самом деле Хелен Бар ставит Окей Стики Семь уже зарядов Есть На самом деле Очень много И антимаг Остается здесь В опасности Блин В кулдаун Еще секунды Его связывают Сноубол Будет точно по таймингу Загулял Молодой Очень глубоко Пошел Ну и Джаггернаут Здесь получает Ассист Ну смотри Джаггернаут Игнорирует БФ Покупает Яшу В общем Как я и предполагал Что решили Все-таки Сыграть Такого знаешь Одного Суперагрессора Который Будет на карте Бегать Убивать Все Второй Который Будет просто Стараться Очень много Фармить В лесочке Тут Эншенты Почти Есть Мом Мы видим Что сплитшот Уже в 3 Прокачан То есть К уровень Один Скорее всего Сплитшот Уже будет Четвертый Ну а Джаггер Здесь и правда Может купить Себе И Яшу И Шадоу Блейд Может он Конечно И после Яши Купит Может быть И так Может быть И так По-моему У него Настолько Фрилайн Был Что Он мог Себе Позволить Купить БФ Пропылесосить Всю карту И Как говорится В Соляново Выиграть У него Было бы Очень много Фарма Но он Уже Один раз Допустил ошибку Телепортировался В мид Там погиб Там В центре Так же У нас умирает Тент Кинг За ним Бинался На Сталкеру Было опасно Антимаг Успел Залить Конечно Блинк Аут Это Джаггер Ронт погибает На топе РП РП не было Спользовано Статик Шторм Статик Шторм И все Ну и экзорцизм Разумеется И попытка забрать Башню Скорее всего Это будут Ну как размен Тут внизу Шаман Шаман С ультимейтом Ну да Можно разменяться Используем глиф Змейки ставятся Глиф на глиф Пошел Ну и Заберут башню На топе На ботами Единственное плюс Что Медуза Все это время Фрифармит Да То есть Там на топе Все-таки Находится Деспрофит Антимаг Как-то фармит Мид Но Медуза Фармит здесь Намного больше Вот уже уровень 10 Вот уже Летит Маск оф Мэднест И тут конечно Стаки фармится Достаточно Резво Уже мы по-моему Соскучились За вот эти вот Два игровых дня На основных позициях Но Медуза Все-таки стабильность Но Медуза Все-таки да Без Мома Она Эншента фармить Нормально не может И в принципе Фармить нормально не может Потому что Она коцится Постоянно от крипов И ХП регена У нее никакого нет Поэтому Маск оф Мэднест Надо покупать Обязательно На этом герое Тем более Он потом разбирается Не знаем В бабочку И в сатаник Бабочка Очень нужна Медуза Ну сатаник Там по ситуации Конечно Приобретается Правило не приобретается Но иногда Можно купить Ну вот он Вангуарту Антимага Слушай А может быть Это и сработает То есть За счет Вот Эмпауэра Будет очень быстро Фармить Представляешь Он вынесет Например Абисал Блейд Плюс Манта Без Бф На 20 Минуте И просто Пойдет Убивать Медузу РП Найт Сталкера Суцепели Есть Сноубол Тут Скатывается На Суицей Прям Да Прям Вкатился В статик Шторм Сейчас Для того Чтобы Ну то есть Он хотел Спасти Найт Сталкера Но в итоге Получилось Что Он Себя Просто Похоронил Ну Да Но я В таком Случае Увидел бы Магнуса Знаешь Сэмпауэр В 4 Уже А не Шокуэв В 4 Я понимаю Что Шокуэв В 4 Тоже Круто Ему Фармить Надо Поэтому Приходится Шокуэв Выкачивать Тут Все Зависит Реально Чтоб Магнус Всегда Был В Контакте То есть Магнус Нужно Быть Рядом С Антимагом Ему Блинк Нужен Для этого Чтобы Рядом С Магом Быть Да Блинка Трудно Опа Шаманчик Шаман Задушил Не Не Сейчас Он Будет Душить Его Когда Шеклз Кастует Не Ладно Неужели Уйдет Ел Там Ел Пытался Трудно Было Санкинг Так В стене Вышел И Зарядил Свой Хардбас Использован Смоук Найтсталкер Вместе С Туском Все Еще Ночь На дворе Активируется Еще Даркнесс Антимага Видя Тут Стакки Кстати Говоря Медуза Приходит Говорит Опа Спасибо Я в этом шарю Давай Давай Да Медуза Реально Просто Всю Игру Пока Фарми Там Спридшотом Кого-то Вдруг Случайно Убивают Отлично Мейка Я помню Убили Дезераптора По-моему Да Ну Не знаю Насколько Это хорошо Или плохо Я тоже Честно говоря Люблю БФ Купить В любой Ситуации Но Я предположил Что это реально Типа Яша Шадоу Блэй Такой Вот Вариант Правда Перестал Джекернат Убивать Вначале Так все Круто Было А сейчас Он Начал Фармить А с Яшей Фармить Не так Круто Как с БФ Ну Да А учитыв Что у него Уже БФ Скорее Уже Яша Была бы Ну Вы сами Понимаете Как это Работает Ну БФ Он Скорее Сего Приобрел Б Вот Где-то Минутки Может быть Две Назад Или Полторы В лучшем Случае Ну Да Я Ошибаю Ну В любом Случа В 30 Минуте Минуте Антимаг Змеями Убивает Ставьте Ставьте Шторм Антимаг Не успевает Ути Врывается Магмус РП Подраим Стонгейз От Утимейт Совершенно Не нужны Здесь Надо хоть Как-то Боево Реализовать Но Видимо Только На Эншентов А Джаггернаут Даже Не смог Когда Прийти У него ТП Было В Кулдауне С БФ Он Б Сейчас Уже Вот Эту Вышку Боломал Ну То Я пытаюсь Сказать Что БФ На Джаггернаут Очень Хорош То Яша Тебе По сравнению С То Ты Ненамного Как бы Слабей Становишься То есть Даже В драке Ты С БФ Очень Много Урона Наносишь Даже Омни Слэш Когда Ты Кастуешь Удары Нанося В Омни Слэше Ты С БФ Бьешь То есть Это Реально Очень Много Урона Там Вторым Омни Слэш Можно Похоронить Двух Саппортов Каких Слабых Дизраптор С Сэнд Кингом Наверное Не удастся Убить Но Там Как-нибудь Если У Тускар Или У Сэнд Кинг Будет Там Половина Здоровья То В принципе Можно Попытаться Даже Двоих Убить Если Там Повезет С ударами Потом Будет Фьюри Докастовать Там Добежать До Дизраптора Его Убить Ну То есть Это Вполне Реально На Центре Атака На Сэнд Кинг Сэнд Кинг Погибает Насталкер Еще с урона Лошебства Конечно Антимаг Без БФ Но С Магнусом Это круто Но Нужно Отметить Еще то Что БФ Урон Дает Элементарно То есть БФ Дает Нормальное Количество Урона И Без Этого Урона Антимаг Посмотрите 110 урона 109 Ну Такое То есть Он Крипов Не так Быстро И бьет То есть Анатворс Пока у него 7100 В Жигеранат 8700 Там Медуза Почти 9000 И Магнусу Вынужден Всегда 247 Быть рядом То есть Тут вроде Круто Что Магнус В команде Экономишь Деньги Строгой Стороны Есть И Определенные Минусы Ну Знаешь Как Говорится Скупой Платит Дважды Вот Мне Кажется Что В этой Игре Так И Получится Что Ну Я Не знаю Конечно Купил БФ Смотри Ну Ну Нормально Ладно Нормально Я говорю Вот такой билд Он Очень часто Появляется Как в матчмейкинге Так и в ЦМе Что сначала берут Именно Яшу А потом Фармят БФ Но это делают Обычно Целенаправленно То есть Ты видишь Что чувак Сначала Хочет Купить Яшу Он покупает Яшу А потом Фармит 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 БФ А тут Джаггернаут Хотел сначала Какую-то Шэдублейд Купить Хотя Шэдублейд Это тоже Популярная сборка На Джаггернаут Сейчас Очень Бывает Удобно Мне кажется Джаггер до последнего Думал Чуть не знаешь Не рад кликом Вот эти деньги Накопил Думал Так что Хватит Я сейчас Никуда не выйду Никого не убью Пойду просто Лучше куплю БФ И буду дальше Фармит Это правильное решение Это Это Сто процентно Тебе Даст Плюсы Даст дивиденды Понимаешь Потому что Ты можешь куда-то Побежать В этом Шэдублейде Можешь убить А можешь не убить Можешь умереть Ты всю игру стоял На фрифарме А ты берешь Шэдублейде Бежишь и умираешь Ну как это называется Это Геймруин называется Поэтому Лучше взять БФ Пошел Даркнесс Врыв от Магнуса Плохой РП По одной медузе Статик Шторм Эпицентр Сверху туда Ну окей Ставите Змея Монобойт Просто взрывает Двоих игроков Омнислэш пошел Джаггернаута Очень больно Магнусу Но тем не менее Магнуса убить не получается Блэд Фьюрия за ним Все-таки добивает Выкупается Туск Погибает Шэду Шаман Пытается Джаггернаут Уйти из драки Получается это сделать Но погибает Все-таки Диспрофит Найсталкер очень силен Посмотрите на его артефакты Спирит Весел У него очень высокий уровень Снова полна Антимага Антимаг сайлан слишком долгий Успеть ее добить не успели Нависитит Спирит Весел Можно закинуть еще один Надо закидывать Буайт Спирит Весел Ну и Антимаг Видимо живет Тусик Шарды Если попадет Мне кажется попал Но там Шарды не так уж И много бьют Если честно 240 То есть это не какой-то Полноценный нюк Который там на 300 не бьет Поэтому Там скорее всего Шарды попали Давай посмотрим Три в три Ну выкупился Туск Антимаг выжил В этой драке Антимаг очень круто Ну на самом деле В этой игре Отдавать даже РП по одной Медузе Смысл есть Врывается Антимаг Начинает пить Ну конечно И ты мановой Медуза Это самый-самый Главный персонаж Которого надо убивать Потому что Если не будет Медузы Держать боевой порядок Дайр просто не могут Ну то есть Медуза что делает Она ультует И ты вынужден разбегаться То есть На тебя нападают Ты сам атаковать не можешь Тебе надо разбегаться А если ты даешь РП в Медузу Скиверишь ее Прямо на статик шторм Она ульт нажать не может Ты выжигаешь ей ману Даешь мановойт Убиваешь ее Если какой-то бедолага Оказался поблизости Ну земля ему пухом Собственно Что собственно и произошло Вот в том моменте Там по мановойтам Какого-то шамана зацепила Или Тускара Я уже не заметил Наверное на Тускар Он там покатился Было больно То есть Антимаг там Мановойдом Очень много дэмэджа нанес Так что да РП в одну Медузу Это вполне нормально Если она не нажимает ульт Не кастует змейку Не кастует Не стреляет просто То да Норм Продолжают просто фармить В итоге У Чигемик Жейтандер У Антимага Отходится У Джаггераута Почти есть манта стайл У Антимага Тоже почти есть манта стайл Но Натворс пока все равно Оставляет Джаггераут лучшего Обычно мы привыкли Все равно Антимаг видеть На первых позициях Ну вот Так примерно По своим собственным ощущениям Могу сказать Что Антимаг Находящийся на абсолютном фрифарме С Относительно ранним БФом Там 13-13 с половиной минута Имеет вот Примерно вот такой же Натворс Как Антимаг сейчас Ну то есть С такими же слотами Только без вангуарда Естественно То есть БФ плюс Яша Плюс Рецепт на манту Там Как-то То есть У Антимага Если бы он играл с БФом Скорее всего Манта бы появилась Ну может быть Минутки на полторы На две Позже Вот Что собственно Не критично Как мне кажется Но геймплей Усложняет это Ну то есть Надо постоянно бегать Магнусом За Антимагом Вешать ему И так далее И так далее И так далее Может быть У них это наработанная стратегия Я ж не знаю Просто Мы такое очень редко видим Хочется понять Недостатки и достоинства Этой стратегии А пока посмотрим То есть пока Антимаг все равно еще работает То есть Самое главное То есть Пока ребята держат Хотя с Троистер Они проигрывают 8000 То есть Проблема в саппортах Проблема в оффлейне То есть Магнус кроме Эмпауэра Больше ничего не делает То есть От Насталкер Посмотрите Бить по Сент Кингу Там висит еще и Солар Крест Дэс Профит выходит Тусик пошел просто вперед Он под Сайлансом Ничего сделать не может Есть Сноубол Дает Сноубол Но это минус 2 Да Это даже не драка Это так просто Знаете Магу еще фраг оставляют Как вы видели Он делает Последний удар Выход на Рошана Будет Шаман скоро появится Будут забирать Есть Солар А это Минус Рошан Определенно Пойдет сейчас давить низ Наверное Там очень много крипов есть Катапульта бьет И кстати нормально Так можно поддавить низ И надо уже кому-то туда лететь Прямо сейчас СК или Дизраптор А у СК нет телепорта Магнус и Дизраптор Телепортируются в бот На Найт Сталкера Дизраптор телепортируется Первым судя по всему Но Найт Сталкера Уже не поймать Вижена на него нет Глимсонуть его не получится Ну да Хоть 6000 проигрывают Радиент Вроде бы антимаг Даже не на первой строчке По Найт Ворсу Пускай он и не сильно проигрывает По деньгам Но все равно Вот вроде бы как Ситуация на карте Более-менее благоприятная У Сангейминг Антимага боятся Деспрофит боятся Если Магнус даст Хороший РП То драк Скорее всего Тоже будет выиграна Расслабляться рано Пока Однако Джаггернаут Там уже посмотри Какой Серьезный 18 уровень Он по левелу Очень сильно обгоняет Антимага Антимага Таланты хороший На 20-25 Приятные Бонусы Он получает Ну и плюс Конечно же Прирост статов Ну и пока Небольшое затишье Антимаг С Аегисом Драться Думаю Особо не хочется Дайром Либо надо как-то драться Чтоб Антимага Игнорировать Полностью Медуза Скоро появится Бутерфляй Не так много Остается Времени До него Есть уже Талисман Мом разбирается Как вы знаете Очень легко Ну и То есть Остается буквально Тысяча Тысяча золота Будет Бутерфляй Дальше нужно задуматься Ну хотя Антимаг передумал Да смотрю Покупать Бутерфляй Решил купить себе Башер и Эбисол Ну учитывая Что у него есть Вангвард Эбисол купить Достаточно просто Вот он уже И Башер Да Эбисол Остается Там буквально Тысяча золота Эбисол там На 25 Это будет Достаточно сильно Особенно против Какой-то Медузы Которая Линкенсфера Например Себя не покупала Может быть Черт его знает Зря не зря Тут хватает Очень неприятных Таргетных скиллов И Мэнавойт И Глимс И Тот же самый Эбисол Теперь будет Мешать Жить Блинк у Джаггера Почти уровень 20 Ну и Шаман тоже С Блинк Дайгером У Найт Сталкера После Солара И Спирита Будет БКБ Ну и хотя Я думаю Поддавить Немножечко Сангейминг А Икс У них еще будет Две с половиной минуты Магрос Покупает себе Медас Да Видел эту перчатку Я как-то посмотрел Смотрю Вроде нет еще Рецепта Вот он и появился Медасик Блинк и Арканы Надо как-то и фармить Самому Забрали башню Сразу же уходит на топ Видели там Передвижение Найт Сталкера И Найт Сталкер Уже лучше отсюда бежать Сто не факт Что успеет уйти Санкинг Бро Страйком не достает Найт Сталкер Тем не менее день Подкоп пошел Найт Сталкер палит себя И На Хантера и Знайты Надо отсюда уходить На телепорте Внизу Тем временем Тусик уже Подходит К Т3 Это такой знаешь Развод получается Притом очень крутой Потому что Тусик бьет Т3 Найт Сталкера может быть и убьют Но Тусик тут работу свою Уполняет И уже пол Т3 Башни упала Был бы здесь какой-то Джиггернаут на самом деле А он был бы очень близко Они сейчас могли сделать грязь Медуза талант на 800 к мане Наконец-таки появляется Вот сейчас Медуза становится Наиболее боеспособной С ней уже можно идти Прям реально воевать Тут такая ситуация возникает Что Дайрта ломают быстрее И они уже ломают Т3 вышку А антимаг только доедает Т2 Поэтому надо возвращаться И дефать Без Найт Сталкера 4х5 сражаться не хотят ВГДжей Тандер И отступают Не забирает шрайны Вот так вот Самый на шрайне Надо было контролить Три ДП покупает БКБ Тусик покупает себе Блинк Антимаг дальше будет покупать Манки Кенбар Ну понятно Тут все-таки Медуза Сбутерфляем Джиггернаут Возможно бутерфляет Вообще не смысла покупать Здесь там После МКБ Можешь купить себе Например скади У меня здесь и нули фаер Честно говоря очень нравится Вот конкретно здесь Для Ну где-то в лейте А там для Джиггернаута против Ой-ой-ой-ой Надо паузу ставить Против антимага Чтобы про свою манту не нажимал Там БКБ может какой-то потенциально Дисконнект Пяти игроков Там притом антимаг даже немножко По голове получил Ну вроде все хорошо Ребята выстрелы возвращаются Так что игрово тут продолжится Я не знаю почему у нас На стриме сидят Англоязычные зрители Вроде как работает Работает этот канал Англоязычный Англоязычный Да-да-да-да-да-да Как бы Понимаешь Зритель Он возможно Он только в Китае Вот он предан Своей Студии там что ли Или как назвать Вот наши зрители Они больше любят Англоязычную трансляцию Англоязычные зрители Они больше русскую трансляцию любят Может в этом дело Говорят Почему вы не можете работать Как рука Почему вы так работаете Да-да-да На реддите Короче комментарий Сейчас подожди Дай Дай придумать Что-то типа Вот Блин Когда там какой-то Комментатор комментирует Типа вместе с Тоби-Ваном Я просто не могу Переключаясь на русскоязычную трансляцию Прям не могу Прям бесят вообще Может это вот эти вот люди Очень похоже Потому что я проверил Да, англоязычная трансляция Она и правда есть Окей Окей Пусть так А, говорят у нас задержка меньше У нас задержки вообще нет Потому что мы в DotaTV сидим Потому что нас не пускают В лобби Вот так вот, да? Англоязычных пускают А нас нет Так что, надо ворваться на канал ESLGN Dota И давайте поспамим там что-нибудь Теория у меня была хорошая Да, да, теория отличная Где-то в параллеле вселенной Я такое примерно представляю Смог использует Радиент будут нападать сейчас Там, кстати, дабл дамаж заспавнился Вот неприятная может быть атака Если сейчас какая-нибудь Медуза ДД подберет И драка разнется Правда, ее подкопали Врывается антимаг Эбисел Тут Сноубол шикарный Начинает Медуза пить на развороте РП Но тут Стоунгейс Омнислэш моментально убивает Дизраптора Моментально убивает ДП Просто испепеляет Секунду Там окаменело ДП Как я понимаю Я просто не могла нажать кнопки А тут, конечно, комбинация Стоунгейс Плюс же Гернаут Плюс его Омнислэш Работает, ну, просто шикарно Минус 2 Сделали Это еще не конец Ой-ой-ой-ой-ой-ой Пошел Найт Сталкер Тут Скювер РП нет Хекс И это минус 3 А может быть и минус 4 Что? Что это? Ты видел только что? Он со связки А он все равно успел укопаться Каким-то образом Ну да, такое бывает Да Окей, минус 4 Байбэк от Магнуса Байбэк-то от Магнуса есть И от Сент-Кинга есть Только вот экзорцизма нет Реверс Полярити уже нет Да, а без этого драться Круто не получается Но Тусик, Тусик реально зарешал Ну вот врыв он же Гернаута Моментально снова устанавливал Снова Туск Снова решает Туск Как еще можно на развороте Наковылять Ну, врывается от Магнус Хороший Скювер Но он с Байбэка погибает Вот чем проблема Минус Магнус Минус Т3 Да, как проиграть минут За одну минуту всю игру Короткий гайд Просто напасть в смоке На Медузу за дабл дэмод Не, ну тут, конечно, не повезло Хотя, знаешь, наверное Даже если бы дабл дэмодж Там не заспамился Все равно бы эту драку Рейдент проиграли Да, там Стоун Гейс был Там Тусик зарешал Там был Стоун Гейс Там влетел Тускар Отлично И своим Сноуболом просто спас Снова Сноубол Снова Сноубол Снова спасают Бит на развороте Антимаг Антимаг Получает Хекс Антимаг, видимо, погиб Не, должен погибнуть Погибает Антимаг Погибает, правда, Джекернот Антимаг моментально выкупается Брак, ребята, все-таки Не смогли добить Погибает и Найт Сталкер Идет Санкинг дальше Он под Санкинг Сноуболом 100 гейс от Медузы Поднимает ее в Юул Панч по лицу Санкинга Связали его Санкинг погибает Антимаг врываться пока не хочет Хотя врывается Но я напоминаю Медузу очень много маны Очень тяжело будет ее все выжить Антимаг Че, им миссует в придачу Но все-таки ману выжигает Мановоидом Медузу взрывает Шаман пытается сделать вот так вот Нагло телепорт Юла нет Но есть Глимс Глимсует назад Шамана Его тоже убивают Обидно только то, что не добили Бараки То есть там совсем немного не хватало Там на тот момент у Барака Милишного Было где-то 450 хп Столько байбэков сделали сейчас Сангейминг Давай посчитаем Выкупился Антимаг 1 Санкинг 2 Магнус 3 Три байбэка было использовано При этом потеряли линию в топе Потеряли Барак Ну, ладно Т-3 вышку А, нет, погоди Т-3 вышки в боте и не было Да, Т-3 вышки в боте и не было Короче, потеряли только линию в топе Но это все равно весомо С учетом того, что Персонажи Потратили Выкупы Три вышеуказанных Антимагу надо было бы Купить МКБ Потому что не попадает по Медузе У которой бабочка А он в итоге Он после мант Решил купить Потом купил Лебисол Я думал, может быть потом Нет, дальше БКБ хочет взять Конечно, тут дизейбла хватает С другой стороны Если ты окаменеешь То тебе и БКБ не спасет Нужно это учитывать Пока Аутамина Медуза Своим стонгейдем Учительное решает 4-300 у Медузы Кстати говоря Покупает тебе Яшу Ну и докупит Чуть позже Манту Невидимость Для Джаггера Оп Забрал На блинкауте Ушел Дальше Скать Да В бабочке Как мы уже говорили Смысла нет здесь Ну потому что Рано или поздно Все-таки Наверное Антимаг себе МКБ докупит Должен Если игра До этого дойдет Конечно Я думаю Мы подождем Рошана Я думаю Что здесь Будет какая-то Ключевая драка Где либо мы видим Камбэк Либо мы видим Уже надпись Good Game Если только снова Не получится У ребят Подраться Хорошо Даршан Остается буквально Полминуты Шаман уровень 16 таланта На кастреньше На дополнительный опыт Плюс ко всем Он купит себе линзу Ну и тогда Конечно будут возникать трудности Шаман очень нехорошо Нафармил Посмотрите артефакты его То есть Мне эти сером Магрус вот не нравится То есть Магрус здесь он выглядит Знаете Такой вот Саппорт антимага Именно антимага Раб антимага Да Да Вот он бегает Что за ним Потому что артефактов У него как у Шамана То есть Насталкер Много больше импакта Выполняет РП дать Хорошая Не всегда получается Да Он какой-то Второстепенный персонаж То есть Он не Знаешь Саппорт четвертой позиции Выглядит Вот так вот скорее Который бы что-то там бегает Ну да да То есть Какой-то герой Который дает Две кнопки И больше в общем-то Там ничего не делает Можно подрезать Курьера Ну я думаю Курьера-то неинтересно Вот интереснее ворваться Статик Шторм ставится Медуза Бьет Стонгейс пока нажимать не может Что мне слэш пошел Убивают Магнуса Магнус РП не дал Есть стонгейс от Медузы Медуза очень много урона носят Убивают и Дизраптора Эпицентр от Центкинга Хороший подкоп Но антимагов драки уже нет Деспрофит тоже должны здесь убить Но все Ребята не смогли Ребята не сумели Очень быстро убили Магнуса Не ожидали вот этого выхода В спину В итоге теряют трех игроков Я думаю что даже не хотят Идти там на какого-то Рошана Они понимают что там Байбэков не так много И надо идти и заканчивать Деспрофит без экзорцизма Она не представляет Из себя такой большой угрозы Поэтому можно спокойненько Забрать Т2 Зайти на ХГ Ну да В общем то Выведем то что Антимаг без бэфа В общем то не шибко работает Звучит круто на бумаге На деле Много факторов есть Вот урыв от антимага Попытка убить шамана Но даже шамана уже убить Быстро не получается Он поднимается в юл антимаг Все это время под блокенбаром Тут сайлл закидывают Антимага нет Мановойда И он просто уходит Но шамана убить не получилось Ну как вы все понимаете Если не убить шамана не получается То С другими героями Будут еще труднее Что отойдут Не будут рисковать Заходить там на низ уже Заканчивать Решили прям сыграть Максимально сайвова Имея даже такое Колоссальное преимущество Это еще руна ДД Для Джаггера Или для Медузы Для Джаггера Джаггер с Яшей Ну то есть с мантой И с блинком Он может сейчас быстренько Добежать до Рошана И начать его бить Когда ДД работает Ну а рейтинг Понятное дело Должны драться за этого Рошана Если они его отдадут Они могут тут же ГГ написать Даже не вступая В следующую группу Они не успеют То есть они прямо Вот сейчас не пойдут Они не успевают А они по-моему Даже если сейчас пойдут Не успевают Слишком много урона Ну уже там Аегис Плюс сыр Сыр кстати Можно было бы Медузе отдать Аегис А ну хотя Нет наоборот сделали Да Медуза Аегис Ну окей Ну что Магнус Надо ворваться РП 5 Ну это Это Аегис Это Аегис Очень прикол Антимаг врывается Статик Шторм ставится Там Блокен Барр использован Шамана убили Диздрафтера убили Но это даже Аегис То есть Дис Профит получает Просто фулл про кастом Не слэша Там правда Юльчик Но тем не менее Джиггернаут продолжает Преследование Антимаг просто пытается Уйти из драки Но в таком случае Уходить из драки Не получится До конца Это Джиггернаут В погоне Там рядом Туск Сифон еще есть Их много Но Сноубол Пара ударов Погибает ТП Антимаг просто Уже может пойти Пофармить где-нибудь На фонтане Да это конец Не смогли Не смогли Магнус ворвался Но честно говоря Уже даже РП в пятерых Не знаю Решила бы или нет Учитывая наличие Блокенбаров Там и всякие Сыры Аегисы Трудно было ГГ Победа на первой карте Антимаг все-таки С Магнусом Без наличия Баттлфьюри Не сработал Не получилось Победа за команду Вичи Гейминг Джей Тандер Взглянем на финальную статистику Может там что-то интересного есть Хотя вообще-то По игре все было понятно Что шло Антимаг Антимаг 18 Канетворца То есть Скудновато Знаешь Бывают игры Где даже если Антимаг проигрывает Он очень богатый все равно Особенно Где у Антимага Здесь 3-7 счет Но здесь Не особо богач И проигнорил Покупку МКБ Купил себе Абиссел Возможно Это тоже ошибка Которая повлияла Потому что Медузу Могли бить Намного быстрее Убивать ее Но Там все-таки Кроме Баттерфляя Был и Солар Крест То есть Два героя По которым Трудно попадать Но был куплен Абиссел Может быть Это повлияло На исход Может быть Повлияло то что Ну то есть Если бы он купил БФ Он мог бы себе купить И Абиссел И БКБ И МКБ И все по нему Было нормально Но он БФ Не купил Решил что Ну Явно он фармил Медленнее С Эмпауэром Чем БФ А если Был бы Эмпауэр И БФ Вместе Фармить можно было бы Еще быстрее Представляешь Это так бы и работало То есть Он бы фармил Еще быстрее Намного Он бы там Фармил спот На полсекунды Быстрее Каждое Сложить вместе Это экономия Ладно На этом матч завершен Точнее карта Матч конечно Продолжается Пока 0-1 В пользу командов Витча Кеми Джей Тандер Нас ждет небольшая пауза Напоминаю До двух побед Поэтому Либо одна Либо две карты Нас ожидает Пока будем на паузу Ждем Как будет стадия драфта Мы вернемся в эфир